Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем собирать информацию о военных преступлениях российской армии в Киевской области. В этом ролике я покажу вам рассказ жителя города Ирпень по имени Александр, который пережил российскую оккупацию и стал свидетелем того, как российские военные убивали мирных жителей. Александр лично видел, как армия РФ обстреливала Романовский мост, который находится на трассе из Ирпеня в Киев, по которому пытались эвакуироваться мирные жители. Кроме того, он также видел, как российские военные расстреливали на блокпосту гражданских, которые пытались выехать из Ирпеня в самом начале военных действий, когда россияне только захватили город. Это Романовский мост, по новой Ирпенской трассе Романовский мост, потому что вот Романовка и это как бы... А откуда, куда он ведет? Он ведет, получается, из Ирпеня в Киев, ну, куда основная масса эвакуации была через этот мост же, из Ирпеня. То есть люди из Ирпеня выезжали по этому... Да, да. Потому что, получается, они же перерезали стоянку-2, ну, когда выскочили с леса, и перерезали, получается, последний путь на машине, эвакуации на машине можно было выехать. И что там, ну, то, что я видео скидал, что расстреливали машины просто с мирными людьми, и уже туда нельзя было на машине ехать. И поэтому люди машины бросали тут и шли пешком. А мост был уже взорван, правильно? Да, мост взорвали, сейчас скажу, 4-го числа, по-моему, взорвали. Конкретно видел, я же говорю, что обстрелы, как производились российской армией. Когда, как говорится, на мосту не было никакого движения, никто не ездил, никто не ходил, было тихо. Когда-никогда там один-два выстрела произойдет, чисто так. Для, так сказать, поддержания боевого духа. А вот, когда начиналась эвакуация, день эвакуации объявлялся, когда люди, люди, ну, тут же полно машин было брошенных, уже часть была сгоревшей. И люди, когда начинают идти, запускался дрон, прилетал, и где-то через полчасика начинался обстрел. Слышно было выстрелы со стороны, ну, карьера, получается, где добывался песок на эту новую армию. Пенскую трассу, это, ну, за новостройками, за Нью-Йорком. И со стороны кладбища. Вот как раз уже в основном бои шли в Ирпене. Вот это же Стоенко-2 уже, тоже уже была российские войска. И они, вот, получается, с того направления стреляли по переправе. Получается, я был на втором этаже, у меня на втором этаже только телефон ловил. Как раз начинается обстрел. И они стреляли вдоль дороги, попадали по самой дороге, по машинам. Люди шли в основном за этим, ну, за отбойником. Как говорится, увидел, как попала за мостом, и услышал, как крикнула женщина очень сильно. Я на втором этаже, получается, услышал, как там, ну, закричала женщина. А потом, на следующий день, мне Наташа прислала новость, что, ну, какая, ну, что семья погибла. Там две собаки. Ну, это, оказывается, ну, что Серегина, что я их знал. Дальше Александр рассказал о том, как российские военные расстреливали автомобили с гражданскими, которые пытались выехать из Ирпеня на Житомирскую трассу через село Стоенко. Александр стал свидетелем этих событий, он заснял расстрелянные автомобили на видео. Эти кадры публикуются впервые. Видишь, водитель справляет, видишь? Ага. А кто струб, бачишь там? Да. На водителе. Кутей к водителе, да. А может, он у него и вылез. Я припарковался вон на том пятачке, получается, тогда что... И решили с другом пройтись, выглянуть, кто ж на блокпосту стоит, под чьим контролем блокпост. И мы там припарковались и шли сюда пешком. И тут были уже подстрелянные машины. Это даже сгоревшая машина, в которой... Ну, водитель был сгоревший. Это же BMW расстрелянная, с которой тоже человек убитый лежал. Это не тут. И мы буквально не дошли. Ну, где-то вот тут мы были уже. И мимо нас машина проезжает за угол. И автоматная очередь. Я такой... Вова, пошли, мы уже на стоинку не попадаем. И вот уж развернулись и пошли в машину. Все сели и поехали уже домой. А вот эти люди, которые здесь убили, вы не знаете, сколько здесь было погибших? Ну, я лично видел, получается, один с BMW, один в сгоревшей машине был. И один водитель, водитель буса того. Вот это точно, что я видел. Это просто местные жители? Ну, получается. Ну, это, получается, те, кто выезжал из эвакуации, из Ирпеня. Потому что на тех машинах, на многих, были наклейки «Дети». Ну, в основном, это все были те, кто выезжал из эвакуации. И вот эти наклейки «Дети», они не помогали вообще? Вообще. Вот получается, вот эти люди, они были расстреляны в первый день, как зашли россияне. Да. А дальше... Они зашли ночью. Они зашли ночью, это же по видео, как они хуторок грабили. Это было ночью. И, получается, я уже ехал, ну, через 4 часа, получается, через 4 часа уже ехал. И уже все, они уже тут орудовали. Были постреляны и столбы, и машины. И, получается, вот это вот в первый день, люди, я так понимаю, не знали еще, не ехали, их расстреливали. А потом уже люди не ехали этой дорогой? Или как это было? Не знаю. Я, получается, я же говорю, я возвращался назад, завернул одних. И я позвонил, сказал, ну, в стоинке позвонил там, это же знакомым, говорю, так, что все, ну, что уже, где они выскочили? Они, говорит, между стоинками в лесу выскочили, в дачах. Ну, говорю, что все, уже, походу, эвакуация закончилась на машинах. И, получается, что люди уже начали выходить пешком, просто пешком. Но через тот мост. Да, через Романовский мост. Уже все, тут уже на машинах никто не ездил. Таких свидетельств, как вы понимаете, очень и очень много. И мы сейчас снимаем все это на видео, фиксируем и публикуем, пока воспоминания людей еще свежи. Чтобы ничего не было забыто, и чтобы донести до максимального количества людей вот эту правду о том, что происходило на оккупированных территориях. Чтобы никогда ничего не было забыто. Поэтому, друзья, помогайте распространять эту информацию. Обязательно поделитесь этим роликом. Максимально распространите его в соцсетях. И подписывайтесь на канал, потому что здесь мы и дальше будем публиковать вот такую правду, вот такую информацию, которую мы собираем.